Всем здравствуйте, это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я немножко объясню. Живу я в Турции, перевожу на русский язык новости из официальных источников здесь у нас в стране. Если вам интересно, что происходит в Турции, о чем на самом деле с удачей сплетничают люди, что здесь волнует всех, то вам на этот канал. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Если вы хотите быть всегда в теме и знать самые актуальные новости Турции, подписывайтесь. Сегодня, к сожалению, криминальных новостей очень много, но темы обсуждаемые. Это все, что в социальных сейчас комментируется, перепосты происходят, что на самом деле здесь сейчас обсуждают люди. Буквально вчера в Стамбуйском аэропорту Boeing 767 приземлился на свой флюзеляж. То есть при посадке не вышло, ну я не знаю, как это правильно будем честны назвать, не вышло это колесо переднее. И самолет приземлялся просто на свое брюхо упал, на свой живот. Процарапал обшивку самолета. Но не было, слава богу, никаких пострадавших. Экипаж в порядке. И на взлетно-посадочной полосе тоже никто не пострадал. Слава богу, этот рейс был карго, то есть доставка почты и писем корреспонденции компании FedEx. Следующая криминальная новость, в которой вчера многие были, просто она была очень неожиданная. Певицу Калбен задержали в ходе операции по борьбе с торговлей наркотиками в Стамбуле. Появилось видео задержания, видео от полицейских, которые они снимали. Они позвонили певице в дверь, дверь долго не открывали, они там тарабанили, орали открывать, это полиция. В общем, в этот момент они услышали, там тоже на видео зафиксировано звуки, в общем, певица и кто был в ее квартире. Пытались скинуть наркотические вещества с балкона в сад, при садовую, домовую территорию. Наркотики какого-то там растительного условного происхождения. Подозрение выдвинуто, ее арестовали. Винуты подозрения в не просто употреблении наркотиков, а распространении и продаже. Нормальный такой колын, да, помимо карьеры певицы. Ее арестовали вчера, конечно, это очень много обсуждали, и это действительно было просто неожиданностью. Помимо этого, в квартире певице были обнаружены деньги, как в вещдоке, и другие тайники с наркотическими средствами, которые были везде распиханы в ее доме. В общем, да, интересная история. Посмотрим, как это будет дальше продолжаться. Ну, для многих, конечно, не удивление, да, употребление наркотиков, распространение. Но когда это с знаменитостью связано, и обвинение, что сама знаменитая персона, инфлюенсер этим занимался, возникают, конечно, очень много сплетен, вопросиков к этому человеку. Если вы помните, в ноябре 23-го года в Бодруме произошло громкое убийство. Женщины, ее дочери несовершеннолетние, гражданок России, в Германии на границе поймали 47-летнего литовца. Он пытался пройти границу по граничной контролю. Он переезжал на автобусе из Праги в Мюнхен. Супруг этой женщины, напомню, что по происхождению своему он и настаивец, он литовец. И по данным немецкой полиции, с момента совершения убийства мужчина был в бегах, в отношении него действовало так называемое красное уведомление, международная полиция. Но тогда он успел, совершив преступление, быстро ретироваться и пересечь границу. Напомню, что у них еще есть младший ребенок, сын, который вроде бы как с ним остался, но по факту его задержали одного без ребенка. По закону он должен быть экстрагирован в Турцию, где произошло преступление, и должно принять решение, прокуратура Нюрнберга будет принимать это решение. Турецкий телеканал Кент-ТВ, он уточнил, что задержанный, его зовут Андрей Кушлевич, он подозревается в убийстве своей бывшей супруги Ирины Двизовой и своей 15-летней дочери Бодруми в ноябре 2024 года. В продолжении криминальных новостей. Также прокуратура Турции требует, запрашивает 27 лет тюремного наказания каждому из обвиняемых задержанных по делу об апрельской аварии на фуникулёре в Анталии. В результате аварии, это я напомню, погиб один человек, официально пострадали 17 человек. И не забываем, что больше 100, там около 170 человек, просто были сутки подвешены в воздухе на многометровой высоте, и какой страшный стресс они вообще пережили, но, слава богу, не пострадали при этом физически. У нас идёт Курбан-Байрам в этом году, он будет с 16 по 19 июня 2024 года, и Управление по делам религии Турции объявило цену жертвоприношения в Курбан-Байрам. Стоимость 11 750 лир, это 365 долларов. И многие турки обсуждают в интернете о том, что желающим совершить жертвоприношение за пределами страны, и в других странах заплатить придётся 4750 лир. В несколько раз дешевле, меньше стоимость, нежели ты находишься в стране, в Турции. Я напомню, что Курбан-Байрам праздник жертвоприношения, и для людей, которые не хотят убивать животных против этого, назовём так, но хотят поучаствовать, все мероприятия, они могут внести, скажем так, плату, эти деньги, и вот сумма в этом году такая. Немножко напомню, что в праздник Курбан-Байрам, как и в другие Байрамы праздничные дни, у нас есть выходные в этом году 16 по 19 июня, принято встречаться с семьями, но вообще Курбан-Байрам это религиозный праздник, в котором принято подавать бедным, кормить нищих, ближнему своему давать либо деньги, либо мясо, питание и так далее, продукты какие-то. То есть, условно, поддержка ближнего или неимущего. Другие новости, которые просто леденят душу, стынет кровь в венах. В Адане турецкие силовики задержали 11 человек подозреваемых, в том числе 5 израильтян, 2 сирийца, которые организовывали международную преступную деятельность. Но деятельность эта международная преступная необычная. Они создали группировку по торговле человеческими органами для трансплантации, и они искупали в основном почки. И эти почки в основном их клиентами были, сирийские мигранты. Стоимость одной такой, как бы это даже я не знаю назвать, операции, чтобы продать можно было в общем почку, за 1 миллион турецких лир. Вот такая цена сейчас на черном рынке. Посольство Турции в Анкаре организовало очередную программу реабилитации для украинских детей. Это уже не первый приезд их. Такая публикация. Желаем, чтобы наши маленькие братья и сестры вместе с сопровождающими, которые отправились из Запорожской области, без происшествий добрались до границы с Турцией, и прекрасно провели отдых, время в нашей стране. Это было отмечено на официальной страничке в Твиттере. Как вы можете знать, мы это обсуждали год назад, было повышение цен, отказ от службы в армии в Турции, он официальный, можно заплатить деньги отступные и не служить. Или служить маленький срок, один месяц. В настоящее время, сейчас с прошлого года, поднятие цен с прошлого лета июля 2023 года, цена сейчас официальная 182 608 лир. Это оплата за военную службу, на самом деле, будет сейчас пересматриваться после повышения зарплат госслужащим во втором квартале 2024 года и, в принципе, просто из-за инфляции. Поэтому расценки конкретно еще неизвестно, но если мы берем расчет инфляции, то в июле 2024 года оплата за военную службу будет примерно составлять уже больше 200 тысяч лир, а в частности, такие расчеты сейчас приблизительные 219 тысяч лир, но это на уровне инфляции, которая официально в государстве объявлена сейчас, в 2024 году. Что касается туристов, сейчас начинается скоро сезон, из стран СНГ и в России в частности. Сбербанк представил сервис для оплаты покупок в Турции при помощи QR-кода. Магазины, где можно будет совершить эту операцию, они будут обозначены специальной наклейкой «Сберпэй». В самой пресс-службе Сбербанка уточнили, что операции совершаются без каких-либо комиссий, с помощью сервиса платежи в Турции. Есть такой сервис. Через местную платежную систему турецкую, и она называется «Метрополь». Произвести оплату можно через Сберпэй или карточкой онлайн. Какой регламент процедуры, что нужно сделать, как эту оплату провести? Для этого просто нужно сказать при покупке в Турции, что оплачивайте через систему «Метрополь», переходите на payinturkey.com-сервис, жмете на кнопку «Заплатить», сканируете QR-код своим телефоном-камерой у продавца и платите удобным для вас способом, который там выйдет у вас на экране. Например, вы выберете «Сберпэй». Это официальное заявление от техподдержки Сбербанка. Издание Bild выпустило статью, в которой обсуждается статистика по иммигрантам из Турции в Германию. И с июля 22-го года резко возросло число заявлений о предоставлении убежища. Убежище от турецких граждан. В 23-м году в ФРГ приехало больше 61 тысячи заявителей из Турции. Это официальных, да, кто просил это убежище. В то время как в 22-м и в 21-м году вместе всего вообще за два года было 31 тысяча заявок. А за один год, по сути, в два раза больше, но там еще и статистика за два года сразу. Также отметил Bild, что ведомство по делам беженцев считает, что явно не обосновано. Более 60% ходатайств, только одно из 12 заявлений, это 8,5% получает статус защиты. То есть люди больше подают, но по факту получается только 8,5%. Одна заявка из 12 получает одобрение, и люди получают официальный статус Германии и беженства. В Эдерне на западе Турции празднуют весеннее пробуждение природы традиционным цыганским фестивалем Какава. Тысячи туристов съезжаются в каждый год на это празднование, бронируют места в отелях, в ресторанах, столики, туристические группы, начиная с февраля еще года за несколько месяцев. Обычно этот праздник проходит 5-6 мая. В этом году празднование продлили, потому что было огромное количество посетителей. Многие стремятся отведать, конечно же, традиционное блюдо в Эдерне, это жареную печень с луком. Посетить фестиваль, это очень, знаете, интересно, очень много музыки, тематических всяких направлений, рукоделия, слушают разные рассказы, поверья и так далее. В общем, это все про цыганский фольклор, который есть в Турции. Музыка, культура, искусство, традиции какие-то и, конечно же, еда. И, естественно, популярностью пользуется вот это национальное блюдо из Эдерне. В этом году, я повторюсь, что продлили мероприятие еще на один день дополнительным. И по данным местных властей, в этом году на празднование прибыло 90 тысяч человек. Мои знакомые тоже там были, поехали специально в Эдерне на этот праздник. Что могу сказать? Очень много людей буквально дышат друг другу в затылок. В ресторанах, если ты заранее не заказывал место, практически сесть невозможно. Резервация идет с утра до позднего вечера. Столики практически не освобождаются. Очереди, чтобы, например, в фастфуде приобрести ту же печенку традиционную, на месте вкусную, не без столика, да, то есть как фастфуд, очереди составляют больше часа. Мои знакомые ждали. Но настроение все равно очень понравилось, атмосферно, приятно. В общем, придумали такой праздник, красиво оформили и празднование культуры, продвижения в массы. И при этом заработать может казна на этом мероприятии 90 тысяч человек. Им надо было где-то покушать, разместиться. Это, конечно же, траты и доход в муниципалитет города. И округа. Вот такие новости сейчас Турции на данный момент. Постараюсь выходить почаще, но с короткими выпусками новостей, для того, чтобы было вам удобнее смотреть их. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь на него. Видео этому ставьте лайки, пишите комментарии. Мне это очень все приятно, интересно читать. Это способствует просмотре ваших продвижений у канала в интернете, на просторах Ютьюба. Можете перепосты делать в соцсетях. Я буду только этому рада. Большое вам спасибо всем, кто зашел на это видео. Увидимся в следующих. До встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok